Всем привет! Меня зовут Марат. Я занимаюсь художественной росписью. В этом году я реализовываю мурал под фестивалем форм-арт. Фасад дома номер 75 по улице Панорамной почти завершён. Остались последние штрихи. Работать над картиной Марат начал в середине июля. Главный герой мурала – народный и заслуженный учитель России Юрий Латышев. Место выбрано не случайно. Дом находится в соседстве с губернаторским лицеем, который носит имя Юрия Ивановича. Латышев – это новатор в педагогике. Он стал автором методики «Перевёрнутый урок». Согласно ей, ученики изучают материал самостоятельно дома и только потом на уроке с учителем. Тем самым, по мнению Юрия Ивановича, школьный материал усваивается лучше и эффективнее. Как раз эту методику художник изобразил на фасаде. Также в этом году Юрию Ивановичу Латышеву было посмертно присвоено звание почётного гражданина Ульяновской области. Портрет Юрия Ивановича дополняется образами девочек, где она самостоятельно изучает материал дома в своей комфортной среде, а другая, так называемая, перевёрнутая уроком. Дополнительными деталями также стали привычные атрибуты школьника – будильник, яблоко, портфель, учебники. Чтобы нарисовать такой мурал, художнику и его помощникам понадобилось больше 100 литров фасадной акриловой краски, 400 литров аэрозольной и 50 литров грунта. Всё это участнику фестиваля предоставило Министерство молодёжного развития. Повышение престижа образовательной и наставнической деятельности стало темой фестиваля «Формарт», инициированного полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым ещё в 2020 году. Цель состязания – поддержать творчество молодых художников и привлечь их к благоустройству города. Кстати, Марат Петров стал победителем регионального этапа и в прошлом году. Тогда парень превратил фасад дома номер 9 по бульвару архитекторов в сказочную ундорию. Ульяновская область заняла пятое место по голосованию среди жителей иных регионов и восьмое место по совокупным подсчётам. Ну а итоги этого года подведут уже в августе на торжественной церемонии награждения в Кирове.